Трудные места писания с библейским порталом Акзегет. Книг Деяний, 1 глава 18 стих. И здесь возникает вопрос, как погиб Иуда. Я начну читать с 15-го, синодальный перевод. Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человека около 120 мужей-братьев. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрог Дух святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Кстати, уже некоторая неточность, он не был их вождем, в смысле, не командовал ими, да, он был их проводником. Ну, можно, конечно, сказать проводник и вождь, примерно одно и то же. Он был сопричислен к нам и получил жребие служения всего, то есть он был одним из апостолов, но приобрел землю неправедную мзду, и когда не зримился, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акел-дама, то есть земля-крови. Обратим внимание, что, хотя это слова Петра, но их явно пересказывает Лука, на отечественном их наречии. Говорит Лука, который сам не еврей. А Петр еврей из Галилеи, поэтому он бы, наверное, назвал на нашем языке. Но Деяние написано по-гречески, здесь приводится еврейское название. Это я к чему, арамейское даже, точнее. Это я к чему, что есть дистанция между текстом Луки и рассказом Петра. Вот Лука не точно записывает то, что сказал Петр, а как бы пересказывает. Ну ладно, а что нам сообщает Матфей? Вот у него в 27 главе про Иуду другая информация, и про деньги, кстати, тоже. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден и раскаившись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря согрешил, а предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделал уже совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля, это землевая кровь до сегодня. То есть, такие дома, это и есть земля крови. Смотрите, две таких вот очень важных подробностей рассказывается. У Матфея Иуда удавился, перед этим бросив деньги в храме, и первосвященники купили сами, без участия Иуды, эту самую землю крови для погребения странников. У Луки в деяниях Иуда непонятно каким образом упал, не зринулся, выпали его внутренности. Но когда человек повесился, в общем, такого не происходит, даже если он падает с дерева, то вряд ли его внутренности прямо-таки выпадут. А главное, это же первое можно согласовать, допустим, он там провисел некоторое время, там тело начало гнить, и потом, когда он упал, это все произошло. Но главное, Иуда купил землю, а кел дома. И, судя по всему, не для погребения странников, а для, ну, как землю люди покупают, для того, чтобы там обрабатывать ее или построить там дом себе, ну, для какого-то личного использования, да. Казалось бы, несовместимое. Ну, я уже сказал, как пытаются совместить, что он повесился, но потом упал, и пропорол там себе живот, и что-то еще случилось. Конечно, всегда можно гармонизировать повествование. Но мне кажется, что нет ничего удивительного в том, что Лука, например, сообщает о благоразумном разбойнике, а другие евангелисты не сообщают. Да? То есть какие-то подробности знает кто-то один из них. Ничего страшного в этом нет. И мне кажется, что вот у Матфея все идет гораздо более динамично. Он рассказывает про чувства Иуды. Что мог чувствовать Иуда после того, как он не просто предал Христа, но увидел, к чему это приведет. Вероятно, у него были свои какие-то расчеты, свои выгоды. Очень много спорят о том, почему Иуда так себя повел. Мне вот очень нравится точка зрения, согласно которой он не ждал смерти. Он хотел вынудить Иисуса стать мессией в том смысле, в каком ожидали очень многие, победителем. Вот когда он просто ходит и учит, ну, народ как-то реагирует, но это все не то. Надо же изгнать римлян, надо установить свое царство, надо вот победы всячески организовать. Но когда его поведут на казнь, уж тут-то он проявит свою мощь, тут он уже всех раскидает, и 12 легионов ангелов придут и победят римские легионы. Может быть, Иуда этого хотел. Ну, может быть и нет. Это невозможно установить по евангельскому тексту, догадки бывают разные. И вдруг все рухнуло. И более того, он понимает, что учитель распят, и даже если он к нему плохо относился, но он понимает, что, в общем, он совершил предательство. И в результате этого предательства погиб учитель. И он совершает самоубийство. А священники, хотя воспользовались Иудой, они даже презирают его, этот гонорар. Ну, 30 сребреников не очень много. Сребреники, динарии, это один сребреник, это плата по денщику. То есть 30 – это месячная плата рабочего, низкой квалификации. Ну, что такое для храмовой казны эти деньги, да? Ну, это совсем не то, вот ради чего стоит волноваться. Но все равно они показывают свое презрение, покупая на это, ну, бросовый какой-то участок. Да, вот хоронить тех, кого никто не хоронит. Где-то же их надо закапывать, чтобы не на улице же им валяться, если умерли там какие-то нищие или бродяги. Вот, то есть Матфея обращает внимание больше на отношение Иуды к этим событиям и на отношение даже тех, кто его использовал к самому Иуде. А Лука в Деяниях описывает другую историю. Он описывает, что получилось в результате. Я напомню, что дальше избирают нового апостола на место Иуды. Кстати, тоже можно задаться вопросом, почему? Ну, один отпал, ну и что? Ну, 12 – священное число, 12 колен Израилевых. Да, это не просто некоторая такая случайность, что их 12, и поэтому, если их стало 11, то ощущается вот дырка на месте 12-го. Да, надо кем-то ее восполнить. Но и в результате как получилось? Земля куплена на неправедные деньги, а смерть Иуда стала известна всему Иерусалему как что-то крайне позорное и некрасивое. В какой последовательности могли происходить эти события? То ли он сначала повесился, потом упал. То ли, допустим, две разных версии. Мало ли, что люди рассказывают, но вот точно мертвое тело Иуды не было таким примечательным явлением, что все ходили его смотреть, запоминали точно, как это все произошло, и передавали из уст уста. Возможно, даже и возникли давно эти разные версии. Часто такие события в деталях пересказываются по-разному. Но общая оценка практически одна. То есть это позорная смерть, это земля, которая осталась до сих пор под названием земля крови, и тем самым увековечена память не Иуда, увековечена память крови, которая была пролита после предательства Иуда, то есть крови Христа. Вот это тоже очень важная вещь. Часто люди пытаются занять место в истории. Вот Иуде не удалось.